90% людей, которым изменили, к сожалению, допускают 5 основных ошибок, которые не позволяют им простить, пережить измену до конца и мучиться от этой боли внутри. Досмотрите это видео до конца и вы получите больше 90% ответов на все ваши вопросы, касаемые того, как пережить измену, что делать и что точно не делать, для того, чтобы этот болезненный этап прошел у вас максимально благотворно для вас. Если вы открыли это видео, то, скорее всего, каждый из вас сейчас находится на разном этапе прощения и проживания измены. Кому-то, может быть, изменили давно, но узнал об этом он только сегодня и находится в полном шоке, а кто-то уже давно знает об изменах и не может справиться со своей боли уже годами. Так как моя задача помочь каждый из вас, кто пришел на это видео посмотреть, я расскажу про все этапы и про то, как действовать на каждом этапе. В начале, безусловно, это шок, и это нормально. Вот эта шоковая реакция точно такая же реакция, когда человек узнает о смерти близкого, например. И вы должны понимать, что измена — это очень стрессовое событие, такое же практически, как смерть близкого. И тело для того, чтобы защититься, психика для того, чтобы сохранить себя, делает это состояние замереть. Максимальная апатия, максимального непонимания человек может быть как в прострации. Вообще, мне кажется, измену можно сравнить с очень серьезной физической травмой, но это даже не перелом, это то, когда тебе переехало ноги трамваем. И ты находишься в болевом шоке, в непонимании, как дальше жить, невозможности стоять на месте, как будто бы полностью земля ушла из-под ног, мир рухнул, и ты уже понимаешь, что дальше, как было прежде, не будет, а как по-другому не знаешь вообще. Вот имейте в виду, что первая стадия шока, которая может длиться от нескольких дней, 1-2 дней до 10, 12, 14 дней, это нормальная стадия для того, чтобы психика просто сохранила себя, чтобы вы не сошли с ума, потому что для кого-то из вас, я подозреваю, эта новость об измене была настолько шокирующей, что, возможно, вы были на грани помутнения рассудка, и психика будет себя именно так сохранять. Эта стадия, она проходит со временем и возвращается внутреннее состояние, когда вы можете мыслить, когда вы можете как-то двигаться, но иногда бывает такое состояние ступора. Ты замечаешь, что ты уже десятки минут стоишь или сидишь и смотришь в одну точку, в одну сторону. Это значит, что стадия шока еще не пережита, это значит, что вы в ней застряли, и если вдруг так получается, что уже прошло несколько недель, месяцев, а вам абсолютно не хочется ни вставать с постели, ни делать какие-то дела, вы ходите как зомби, как робот, пожалуйста, не пренебрегайте помощью врачей. Это может быть психиатр, психотерапевт, который поможет вам пережить, просто фармакологически перенести это состояние. Либо это может быть невролог. Не упускайте вот этот момент того, что это может быть непереносимо для вас лично, потому что каждый будет переживать измену по-своему. Для кого-то это, да, неприятное очень событие, ну, можно перенести, а для кого-то это будет боль такая, похожая на то, что ты остался без конечностей. Какие шаги нужно предпринять в первую очередь? Опять же, может быть у вас это было давно, и вы их частично предприняли сами, а может быть не предприняли, но вот те, кто только-только узнал сейчас об измене, что нужно сделать? Первое, что я бы рекомендовал, это обязательно разъехаться на какое-то время, если есть такая возможность. Либо чтобы мужчина съехал с квартиры, да, в которой вы вместе живете, или женщина, в зависимости от того, кто изменил. Либо вы уехали, сняли квартиру, либо к кому-то из лучших друзей. Да, очень важный момент, постарайтесь не говорить об этом своим родным, близким, детям, не посвящать их в эту историю пока какое-то время, потому что неизвестно, как дальше сложится ваша ситуация, но вот тем более не рассказывать в социальных сетях, да, хотя я понимаю, что та боль, тот сильный гнев, злость и горе, которые вас переполняют, оно будет сподвигать вас к необдуманным, спонтанным поступкам. Вот 10 раз вдохните и выдохните, прежде чем что-то сделать. Прогуляйтесь, прежде чем что-то сделать. И очень важно прервать полную связь. Вот это прерывание связи важно по двум причинам. Первое, чтобы тот человек, который изменил, понял, насколько серьезно для вас и насколько травматично для вас это событие, что вы на какой-то период времени приняли решение вообще разорвать контакт. И вы в этом должны быть максимально серьезны. И второй момент – это время, которое вам потребуется для того, чтобы побыть одной или одному, для того, чтобы обратить свой фокус внимания на себя, для того, чтобы перепрожить эмоции, перепрожить ту боль, которая у вас накопилась, в стороне посмотреть на все то, что происходит и принять какое-то обдуманное решение. То есть я рекомендую разъехаться на несколько недель или даже несколько месяцев. Идеально, если вы на пару недель вообще прервете всякие контакты с тем человеком, который вам изменил. Лучше, чтобы он не знал, где вы будете жить, но вы дали ему понять, что мне сейчас нужно побыть одной или одному, и я не готов сейчас с тобой общаться. Прошу меня понять и не доставать сейчас. И если вы находитесь в законном браке, вы даже можете подать заявление на развод. Опять же, это нужно для того, чтобы тот человек понял, насколько серьезно вас это травмировало. И, конечно же, вы можете в любой момент потом его забрать, но если вы подаете заявление, это уже серьезный шаг. И об этом тоже можно сообщить другой стороне. Очень хорошо, если в этот период времени у вас будут люди, с которыми вы сможете разделить свое горе. Еще раз, с одной стороны, вы не должны рассказывать всем. Идеально, если вы все-таки не будете выносить ссоры из збы, но лучшая подруга или лучший друг или психолог, или просто человек, который вас сможет выслушать, это будет идеально, если у вас будет чья-то поддержка. Потому что оставаться совсем один на один с этим горем, для кого-то из вас это может быть абсолютно непереносимо. Окружите себя заботой и поддержкой хотя бы одного человека, например, той подруги, у которой какое-то время вы поживете. Если у вас такие с ней отношения, вы можете об этом договориться. А для чего мы делаем вот такие серьезные шаги, как подача заявления на развод, такие как прекращение общения и разъехаться? Для того, чтобы мужчина понял и имел в виду, насколько это серьезный шаг, потому что это в дальнейшем может предотвратить, если так получится, что вы когда-то примете решение дальше жить вместе, чтобы ему было больно, чтобы он ощутил, насколько это непоправимая была ошибка, насколько это недопустимо. Потому что, скорее всего, если я сделаю это еще раз, то мой любимый человек просто покинет меня навсегда. Потому что в прошлый раз это было максимально серьезно, насколько это возможно. Вот это важная цель, которую, к сожалению, не все понимают и не всегда делают. Я понимаю, что не у всех есть возможность разъехаться, жить порознь. Не нужно выгонять мужчину и сразу говорить навсегда, забирай свои вещи. Но можно сказать, что мне сейчас необходимо время, чтобы пожить отдельно. И я тебе не даю никаких сроков, но сейчас будет период, когда мы с тобой не будем видеться. Здесь, конечно, сложный вопрос по поводу того, видеться с детьми или не видеться. Здесь каждый решает субъективно. Но вообще вы можете детям просто объяснить, что сейчас у нас такой этап, когда нам нужно с папой или с мамой пожить отдельно. Я для вас остаюсь папой или мамой, или папа остается для вас папой или мамой. Но сейчас какое-то время мы поживем вот в таком состоянии, в таком положении. Дети все равно все поймут, но не нужно объяснять причину, что ваш папа козел такой изменил, или ваша мама проститутка изменила. Не нужно детей нагружать этой информацией, потому что это очень травматично. Я знаю это по опыту своих клиентов, повзрослевших детей, как они к этому относились в детстве. Но почему я постоянно вспоминаю об измене и хочу узнать все подробности? Когда вы узнаете о факте измены, у вас мир рушится, становится полная неопределенность, как жить дальше, и создается ощущение, что я ничего в этой жизни не контролирую. И вы начинаете цепляться за вот эти детали, за то, чтобы узнать подробно, как и что происходило, чтобы хотя бы создать себе иллюзию контроля, что я что-то знаю и на что-то могу опираться. Конечно, бывает другая крайность, когда у человека вообще скрытые, мазохистические такие наклонности, и эти детали нужны для того, чтобы сделать еще себе больнее, чтобы как бы глубже окунуться в эту боль. Но чаще все-таки это именно желание иметь какой-то контроль в этой нестабильной, очень сильной ситуации. И далее вам нужно время для того, чтобы начать переживать эту боль. И здесь многие допускают непоправимые ошибки. Я сейчас расскажу о пяти ошибках, самых частых, которые, к сожалению, допускают люди. После того, как вы разъехались, ваша задача, помимо того, чтобы работать со своим эмоциональным состоянием, наблюдать за реакцией того, кто изменил. Если этот человек никаких попыток не предпринимает для того, чтобы восстановить с вами отношения, для того, чтобы найти вас, для того, чтобы дозвониться с какого-то другого телефона, назначить встречу и как-то извиниться, загладить свою вину, ну, мягко говоря, да, то, скорее всего, ваше намерение развестись, оно будет максимально логичным, потому что похоже на то, что вы не так важны, и ваши отношения не так важны для того человека. Если же вы видите, что человек предпринимает яростные попытки найти вас, поговорить, извиниться, загладить свою вину, это хороший признак, но вы не должны идти сразу навстречу. Я рекомендую как минимум выждать хотя бы пару недель, для того, чтобы человек понимал, что это не просто так, извинился, и всё, я с тобой вновь. Поймите, это перелом, это травма, которая лечится долго, которая заживает очень долго, и просто извини, прости, здесь не подойдёт, от этого травма не излечится. Нужно, чтобы был такой баланс «получаю, отдаю», чтобы те переживания, тот накал эмоций, которые вы испытываете сейчас, примерно то же самое, хотя, конечно, я понимаю, это несравнимо, но примерно так же важно и сверхценно стало для другого человека. Для кого-то измена на этом этапе станет началом новых отношений, да, конечно, это то, что останется с вами навсегда. Это травма, которая и тот шрам, который всегда будет виден в ваших отношениях. Но моя задача — помочь вам сейчас понять, как эту рану, которая кровоточит, которая гниёт, заживить и сделать так, чтобы она осталась просто шрамом. Но для многих измена, корень измена — это изменение, да, то есть для многих измена, для многих отношений. Это становится первым этапом, то есть для кого-то отношения только начинаются после того, как случилась измена в их отношениях. То есть это такой очень жестокий, жёсткий способ прозреть, очнуться и увидеть, в каких отношениях я на самом деле находился. Конечно, мы сейчас поговорим про эмоции, про гнев, про обиду, про сожаление, как с этим работать, но важно понять, что так, как было раньше, уже точно не будет. Всё, это точка невозврата. Это начало нового этапа жизни. Измена — это изменение вас, изменение вашего партнёра и ваших отношений. Какие же пять основных ошибок часто допускают те люди, которым изменили? Во-первых, это начать винить себя, искать в себе изъяны и делать так, чтобы своя самооценка просто максимально пострадала. Конечно, она очень сильно пострадает. Это факт. Особенно у тех людей, у кого она и так была нестабильная. То есть было ощущение, что со мной всё окей, только если я замужем или женат, только если у нас счастливая семья. И в этот момент это всё рушится. Самая главная опора вашей самооценки рушится. И это, к сожалению, приводит к очень сильным страданиям. И здесь полезно задуматься. Так, подождите-ка. Изменил он или она, а страдаю я, а стыдно мне, а считаюсь негодяем или никчёмным, я себя. Вы понимаете, что здесь логическая ошибка. Он подлец, он изменил, а считаю плохой себя я. Пытаюсь найти изъяны, пытаюсь понять, что же я не додала в браке, что я сделал не так, может быть, я недостаточно сексуален, может быть, я недостаточно хорошо себя вёл. Вот очень важно понять, что плохо поступил он, у него был выбор, совершать этот поступок или не совершать. Поэтому откажитесь от того, чтобы искать изъяны, искать причины в себе. Во всяком случае, на начальном этапе точно, потому что это вас будет разрушать, но ничего полезного не будет давать. И важно понять, что ваша самооценка, она должна строиться на своём отношении к себе. Не на мужа оценка, не на общество оценка, не на другие подруги, другие семьи оценка, а самооценка. Я-то себя как оцениваю? Я что-то плохое сделала? Я что-то ужасное сделал? Нет. Значит, со мной всё в порядке. Я окей. То есть, знаете, прям придумать для себя какую-то мантру, какую-то фразу, я об этом позже сегодня тоже расскажу, и прям проговаривать её для себя. Например, что изменил он, а не я, значит, со мной всё хорошо. Или он мне изменил, а я себе изменять не буду. Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. То есть, я ещё чуть позже приведу примеры таких фраз, но это должны быть какие-то жизнеутверждающие, стабилизирующие вас фразы, которые помогут вам чувствовать себя уверенно, да, преодолевать вот эту вязкую жижу, боли, грязи, отчаяния, в котором вы оказались, и двигаться как-то дальше. И, кстати, если вы чувствуете, что ваша самооценка очень сильно пострадала, я рекомендую вам посмотреть моё видео по самооценке, оно не посвящено именно измене, оно посвящено теме самооценки в принципе. Но я надеюсь и очень верю, что для кого-то из вас оно тоже будет очень поддерживающим. Второй момент, это противоположный этому, это начать пытаться искать в любовнице, в той, кому он изменил, да, с кем он вам изменил, пытаться найти в ней какие-то черты, какие-то качества хорошего, что в ней такого замечательного, почему он вам изменил. Может быть, у неё какие-то губы более красивые, глаза, фигура, может быть, она более вкусные борщи делает, да. И вот некоторые женщины с такой низкой самооценкой, она начинает сразу стараться быть идеальной любовницей, стараться готовить максимально вкусные блюда и максимально часто. И это большая ошибка, вот эта компенсация, хорошо, я тут же стану для тебя идеальной женой, только не уходи, очень сильно большой перекос делает в отношениях. И в этот момент тот, кто изменил, он чувствует себя хозяином положения. И понимаете, какая связь рождается патологичная в голове? Я изменяю, и меня начинают сильнее любить дома. Ну, то есть, ко мне лучше относятся. Я изменяю, и я получаю больше секса, больше внимания, больше хорошего к себе отношения. Ну, в кавычках, конечно же. И поэтому этого не должно быть. То есть, здесь вы должны четко понять, я из-за этого факта сейчас, в моменте, лучше становиться точно не буду, потому что со мной все в порядке, с вами все окей. И вот важно очень перестать себя сравнивать с кем-то, залазить на ее социальные сети, рассматривать фотографии, пытаться сопоставить какие-то факты, когда он был с ней, сколько он раз был с ней, почему он выбирал ее, а не вас. Вот я вам дам такую метафору. Воспринимайте любовницу как стену. Он вам изменил просто со стеной. Он вам просто изменил, неважно с кем. Это не значит, что с вами что-то не так. И это не значит, что она в сотню раз лучше. Это он выбрал такой способ разрушения ваших отношений, выпуска пара. Как хотите, объясняйте. Мы сейчас не будем говорить о причинах, это может быть отдельное видео. Но вот важно понять, что она стена. Не оценивайте ее никак. Не сравнивайте, что толку себя сравнивать со стеной. Он просто выбрал пойти туда и удовлетворить свои какие-то интересы, не потому, что со мной что-то не так или с ней обязательно что-то хорошо. Отказывайтесь от этой идеи. Третья ошибка, которую вы можете допустить, это начать верить в то, что вы без него или без нее не справитесь. Это тоже ошибка, которая очень сильно коренится в низкой самооценке либо нестабильной самооценке. Вот эта мысль о том, что на нем свет клином сошелся и только с ним я могу быть счастливым или счастливой. Поймите, вы без него как-то жили до него. Существовали, физически существовали. Он не подпорка для вас, он всего лишь человек. И да, в этот момент возможно, измена вам поможет переоценить свой взгляд на него. Свергнуть его с пьедестала, вот с этого состояния божества, что это настоящий мужчина, настоящий принц. А увидеть в нем человека с его слабостями, с его негативными какими-то составляющими и перенести фокус на себя. То есть, первый раз в жизни возможно посмотреть на себя с точки зрения оказывается я у себя есть, оказывается я могу о себе позаботиться сама. Да, это будет очень, скорее всего, непросто в единичных конкретных случаях. Но в большинстве своем у вас есть руки-ноги, голова, вы взрослый, скорее всего, человек, и вы можете опираться на себя. Да, к сожалению, это вот получилось очень вот так вот негативно, болезненно. Но важно прям понять, что он не является для вас родителем, он не является для вас вот той большой какой-то опорой и поддержкой. Скорее всего, если такие мысли лезут в голову, то да, вы действительно как бы закрывали какую-то свою дыру при помощи другого человека. И в этот момент она сильно обнажилась. И поэтому именно эта боль от измены, от факта измены, она становится такая болезненная, нестерпимая, потому что вы теряете не просто партнера в отношениях или разрушены все ваши планы и все ваши перспективы и надежды, а вы теряете опору внутри себя, вы теряете вот ту, того человека, который заполнял всю вас внутри. Следующая ошибка, которую часто допускают, это начать мстить, идти, изменять в ответ или устраивать какой-то самосуд. Мы об этом тоже чуть-чуть позже поговорим, стоит ли изменять самой или самому и как справляться с тем гневом, который возникает. Но, знаете, просто запомните одну такую фразу. Нет лучшей мести, чем счастливая вы. И еще раз, и еще раз я призываю вас к тому, чтобы начать смотреть на себя. А я-то здесь где? Я где здесь в этих отношениях? И почему я так много внимания, так много времени уделяла ему, семье, детям, и совсем, возможно, забыла про себя? Потому что если бы я больше уделяла время себе, своей семье, то это не факт, что он не изменил бы. Вот это тоже иллюзия, откажитесь от нее. Но я бы была более опорная, более устойчивая. И сейчас, возможно, для вас настал тот непростой этап, чтобы познакомиться с самой собой, чтобы обратить внимание на себя, начать выстраивать отношения с самой собой. Да, он изменил вам, но вы не будете изменять себя. Вы будете слушать себя, и вы будете выстраивать новые отношения с самой собой. И пятая ошибка, которую тоже часто допускают, это быстро прощать, особенно за дорогие подарки. Ну, если муж подарил какой-то подарок, шубу, поездку куда-то в дорогую страну на отдых или автомобиль, ну, значит, он серьезно все осознал. Нет, чаще всего это получается, как будто бы он купил право на измену. И вопрос последующей измены, это вопрос прихода больших денег в его жизнь. И здесь вот именно то, что мы прощаем быстро измену, должно пройти какое-то ощутимое время для человека, чтобы он осознал, что больше в моей жизни этого не будет никогда, потому что так плохо мне, когда я был на грани того, что мы расстанемся, я больше не хочу. конечно, к сожалению, бывает так, что та сторона, которая изменила, говорит, что ну, я тебя не держу, если хочешь, можешь идти на все четыре стороны. К сожалению, это вдвойне больнее становится, да, но этому нужно сказать спасибо, здорово, значит, именно сейчас я осознал, что оказывается это абсолютно чужой мне человек, который уже давно перестал испытывать какие-то серьезные чувства ко мне. И здорово, что я сейчас это понял, а не в каком-то возрасте преклонном, немощном, когда мне вообще уже не на кого и не на что рассчитывать. Поэтому, слава Богу, что так. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с изменами и если это было в вашей жизни, что вам помогало справляться с этим непростым, тяжелейшим опытом горе и потери. Это будет полезно тем другим зрителям, которые сейчас смотрят это видео, это будет терапевтично для них, и давайте поможем не только моими рекомендациями, советами, но и друг другу, каждому пережить это страшное событие в жизни. Ну а сейчас давайте перейдем к тому, как же пережить именно эмоции, потому что их огромный сгусток внутри и они все максимальной интенсивности, которые возможны. И главное, что это может длиться достаточно долго. Во-первых, вам нужно понять, что для того, чтобы прожить, справиться с болью, измены, нужно прожить такие базовые эмоции, как гнев, печаль и страх. Это три как минимум базовые эмоции, которые будут. И когда вы начнете соприкасаться с ними, не уходить в алкоголь, не уходить в забытие, а вот именно соприкасаться с ними, то станет еще больнее. То есть первый месяц, как правило, он увеличивает боль, и это нормально. Но по-другому не зарастает этот перелом, по-другому он не лечится. И вот я тоже не сказал, это одна из ошибок, которые тоже можно допустить, это уходить во что-то обезболивающее, в забытие, в алкоголь, не дай бог, в наркотики, в то, чтобы поехать развеяться. Это да, это хороший способ, но соприкасаться с болью все равно придется, потому что можно просто, знаете, закопать ее чем-то как зарыть под землю, но она все равно там будет внутри. Важно ее выпустить наружу, чтобы она вышла. И, конечно же, эти эмоции выпускаются по-разному, и сейчас мы об этом поговорим. И мне хочется еще раз напомнить, что вы в разном состоянии сейчас смотрите это видео, каждый из вас проживает свой этап работы с этой болью, но если боль для вас прям очень сильно невыносима, просто для вас весь мир рухнул, то, скорее всего, эта измена попала еще в вашу какую-то предыдущую травму, чаще всего в детскую травму отверженности и покинутости. То есть, для вас, возможно, этот опыт был уже знаком, безумно болезненный, и тут вы сталкиваетесь с этим еще раз. И тогда здесь нужно работать не только с этой травмой, но актуализируется и та боль, та травма, которая еще не зажила. представьте, что у вас переломана нога в одном месте, и как-то вы живете, но она всегда ноет, и вам ударили рядышком с этой ногой, с этим местом, с этим болезненным местом на ноге, и оно стало болеть в разы еще сильнее, плюсом к той боли. То есть, это такая ретравматизация. Поэтому здесь, конечно же, хорошо было бы проработать еще эту детскую травму, в которую попала ситуация измены. и мне особенно отдельно хочется сказать про обиду, которая в душе будет все отравлять. Почему я особенно большое внимание уделяю обиде? Потому что обида, с точки зрения психосоматики, это мать всех болезней. То есть, мы чуть позже коснемся темы, стоит ли прощать или не прощать. Но, как минимум, я бы рекомендовал проработать свою обиду. Прощать или не прощать, это уже будет ваш выбор. Но проработать обиду внутри себя, ее полезно именно для себя это сделать, для того, чтобы вас это не отравляло. Почему? Потому что обида это две эмоции в сумме. Это эмоция гнева, злости, подавленной ярости. И второе, это эмоция жалости к себе. Это две неконструктивные эмоции, особенно, если они долго копятся, блокируются, или холятся, или леются. Например, если вы ловите себя на мысли, что вам хочется отомстить, а прошло уже несколько месяцев, и отомстить очень жестко, и вы даже упиваетесь немножко этой яростью, то похоже на то, что само или самому вам уже не справиться с этим. Нужна помощь специалиста. И жалость к себе, если вы уже, давно был факт измены, давно вы об этом узнали, и вы уже несколько лет вместе, но периодически на вас накатывают вот эти слезы, или вам хочется вновь и вновь упомянуть об этом в разговоре с супругом или супругой, то похоже на то, что вот этот гнев, вот эта злость и жалость к себе, они не до конца выпущены. Поймите, эти эмоции, которые являются очень токсичными прежде всего для вас, именно поэтому с ними нужно работать. «А как забыть измену?» Забыть, наверное, не получится, только если у вас не случится амнезии, потери памяти, но я думаю, что вам это не нужно. И для того, чтобы забыть, а точнее, правильно сказать, пережить это внутреннее состояние, принять это, нужно распрощаться со своими мечтами и надеждами о том будущем, которым вы видели до измены, о тех надеждах, о том, как вы представляли себе семью. Прямо разочароваться в этом, даже символично можно сжечь какие-то фотографии или какие-то общие вещи, которые для вас что-то значили. Забыть, это значит забыть те иллюзии, которые были до измены. Но это не значит, что у вас нет возможности начать жить после факта измены вместе, помня эту историю, но она уже не будет так сильно фонить, это будет затянувшийся, шрам, который будет иногда ныть на погоду, но это уже не будет такая кровоточащая рана. Ну а теперь давайте поговорим про техники, как конкретно можно работать. Гнев, подавленный ли гнев, проявляющийся ли гнев, когда у вас прям кулаки сжимаются и хочется бить, крушить, ломать, убить, не знаю, бросить чем-то в человека, его нужно проявлять, его не нужно сдерживать, но нужно делать это экологичным способом, чтобы это не было уголовной статья, потому что такие факты бывают, когда жена или муж настолько яростно выпускают свой гнев, что, к сожалению, это заканчивается для них же очень плачевно. поискать социально одобряемый способ. Например, очень хорошо это физическая активность, где вы что-то бьете. Например, вы можете взять подушку за два конца и вот как топором, замахиваясь, бить очень сильно по кровати или по дивану так, чтобы у вас напрягались все мышцы в теле, и руки, и ноги, и спина. Это техника топор. Кстати, многие наши предки профилактировали, так скажем, вот застой подавленного гнева внутри просто тем, что они шли и рубили дрова. Они, конечно, об этом, скорее всего, не знали, но вот простая рубка дров в деревне это очень классный способ выпустить ту боль и те зажимы, которые физически в теле начинают накапливаться. Конечно, это может быть написать, выписать свой гнев всю ту ненависть, ярость, даже проклятие, запретов, нет никаких. Пишите все, что стерпит бумага, а она стерпит все. Написать и разорвать на мелкие-мелкие кусочки, прямо в пыль разорвать эту бумагу. В тот момент, когда вы будете это разрывать, в этот момент вы будете выпускать ту накопленную боль и ярость. Можно потом сжечь, смыть в унитаз и снова написать, если эти эмоции вас захлестывают на следующие дни. Писать и рвать, писать и рвать. Хорошо очень подойдет купить несколько десятков яиц, выехать куда-нибудь в лес и просто взять эти яйца и разбить их об деревья. То есть для нашей психики очень важно в этот момент видеть разрушение. Ей очень важно видеть, как она разрушает энергия мартида внутренней. Есть либидо, а есть мартида. Мартида хочет вот именно разрушение, это энергия разрушения наше внутреннее. Да, и в этот момент она преобладает. Но опять же, делать это социально одобряемо. Очень хорошо в этом же лесу просто проораться. Проораться настолько диким ором, криком, слезами, соплями и со стучанием кулаками по дереву, по земле, по снегу, по песку, неважно почему, так, чтобы все тело отыграло. Я также немного знаком с телесно-ориентированной психотерапией, да, на своем личном опыте и работе с клиентами. И я могу порекомендовать такое направление, как спонтанный танец. Это то, когда вы наедине с самим собой. Тогда, когда вас переполняют какие-то эмоции. И вы включаете, например, вот это видео, которое я рекомендую, ссылку вы можете найти в описании либо сейчас сверху, и закрыть глаза и просто протанцевать свою боль, протанцевать весь тот гнев, ярость, злость, обиду, ненависть, отчаяние. Представьте, какой огромный сгусток, протанцевать его через тело. Поймите, а измена проживается не когнитивно, не через разум. Ну да, я взвесила вроде бы аргументы за и против, нет, это будет уже финальной какой-то стадии. Тело требует выхода энергии, потому что эмоция это движение, эмоушен, энерджи моушен, можно так расшифровать, движение энергии. И если энергия застаивается, она начинает работать против вас. двигайтесь, кричите, пойте. Хорошо, если, ну, есть такие, знаете, центры, где ты можешь заплатить денег, взять посуду и побить посуду. Просто возьмите палку, не знаю, от пылесоса, трубу, да, бейсбольную биту и пойдите, выбейте ковер, который накопил всю пыль вот этих отношений, этой боли, да, в виде, как эта пыль из него вылетает. То есть, через тело действуйте телесными вот такими способами. если на вас накатывает печаль, отчаяние, апатия, состояние вот этой тотальной жалости и ощущение, что просто мир схлопнулся для вас до маленького узенького окошка и вы находитесь в западне, то очень хорошо поможет техника дыхания. Техника спокойного умиротворяющего дыхания, она, кстати, тоже хорошо помогает при панических атаках. И, кстати, говорят, что если вы не выпускаете вот эту свою боль и агрессию, когда она начинает работать против вас, она может довести до депрессии или до панических атак. То есть, вы можете сойтись потом с вашим мужем или женой, вроде бы всё нормально, но начались панические атаки ни с того, ни с сего, просто когда вы идёте по улице или в магазине. И чтобы это профилактировать, нужно выпускать. Так вот, техника дыхания это то, когда вы садитесь, ложитесь так, как вам удобно и начинаете дышать в таком ритме. Вдох вы делаете на, например, 3 или 4 секунды, а выдох в 2 раза дольше, на 6 или 8 секунд. Соответственно, вдыхаем через нос, а выдыхаем через рот, даже можно с таким немножко звуком Ха. То есть, это может выглядеть примерно так. Ха. И выдохнули весь звук. Вдыхаем и добавляем звук Ха. И прям чувствуете, как вы достаете эту боль изнутри своего тела с этим звуком Ха. И выпускаете в этот момент. Прям доверьтесь своему телу в этот момент. Могут пойти слезы. Этот звук Ха может превратиться в крик. Может начать появиться желание бить в этот момент, что-то крушить. Соединитесь с этим импульсом. Потому что можно бесконечно долго просто стараться как-то переварить это в голове. Но иногда достаточно несколько таких практик, техник, чтобы выпустить это из себя наружу. Очень хорошо работает. Мои клиенты привыкли называть это техникой обнимашки. На самом деле это серьезная техника врача, психотерапевта, психиатра, который в том числе помогал матерям бесланской трагедии, которые потеряли своих детей. И в том числе помогал вот этой техникой. Техника ключ врача, психотерапевта, психиатра Хасая Алиева, когда вы можете просто обнять себя или сложить руки крест-накрест, как вам удобно, сесть ровно или стоя начать покачиваться. Начать покачиваться в разные стороны, с разной амплитудой, так, как вам подсказывает ваше тело. Можете просто обнять, можно лёжа, можно сидя, можно стоя, покачиваться столько, сколько вам хочется в той амплитуде, в которой хочется вашему телу, с такой же скоростью, которая будет хотеться вашему телу перепроживая это знаете как будто бы вы возвращаетесь вот в то детское состояние когда вы были на руках у мамы когда вас укачивали и мир был безопасным то есть это возможность своему внутреннему ребенку вашей внутренней девочки напомнить о том что я рядом ты у меня на руках и все будет хорошо вот убаюкивать себя так укачивать иногда будет очень полезно и терапевтично особенно в те моменты когда вам кажется что весь мир против вас что невозможно никак справиться будет с этой обидой что вы с этого дна не поднимитесь возьмите сами себя на руки убаюкайте себя укачайте себя поймите что вы рядышком с собой и вы есть у себя очень хорошо работает такой голосовой дневник когда вы утро и вечер начинаете записи в диктофон как я говорил очень полезно найти поддерживающее сообщество ну несколько людей или хотя бы одного человека или психолога да можно просто включать диктофон утром и вечером и отвечая на определенные вопросы делиться своим состоянием своими чувствами эмоциями и болью с тем что с вами происходит я подготовил для вас специальные вопросы на которые отвечая утром и вечером это специальные терапевтические вопросы они помогут вам приближаться к исцелению то есть они построены именно таким образом чтобы исцелять вашу душу до в какой-то момент вам будет казаться что вы делать какое-то формальное действие что ничего не меняется но за этим периодом определенно будет какой-то скачок когда вы почувствуете что ваши чувства поменялись что ваша опора для себя появилась более значимый серьезный и если вам хочется получить эти вопросы то ссылка на них будет в моем телеграме до ссылка на мой телеграм будет ниже пожалуйста переходите по ссылке и скачивайте этот файл для того чтобы вы могли каждый день в своем телефоне на компьютере включать эти вопросы до смотреть на них там есть подробные инструкции как делать эту практику свой голосовой дневник и отвечая на них вы будете приближаться к исцелению такой знаете свой персональный психотерапевт такой сама коучинг самоисцеление свой психотерапевт в кармане я надеюсь что многим из вас они помогут ссылка на телеграм под этим видео также хорошо помогает контрастный душ или вообще любой душ вода очень хорошо омывает не только ваше тело но и вашу душу если вы ловите себя на моменте что вам тотально грустно и ничего не хочется делать просто пожалуйста возьмите себя и донесите до душа включите вот эту напор воды да включите душ включите музыку какую-то соответствующую вашему настроению и просто побудьте под этим потоком воды да возможно счет за воду будет большой но это не сравнимо меньше чем та цена боли которую вы будете хранить внутри себя лучше выпускать и через и проживать в том числе через омовение такой символичный символичное действие на для того чтобы вернуть себе себя контрастный душ или холодный душ помогает тогда чтобы просто прийти в трезвое состояние чтобы встряхнуться и начать жить такие периоды тоже возможно будет когда будет тотальная апатия и нежелание вообще вставать с кровати берем себя и дотаскиваем только до душа дальше душ сделает сам все за вас просто сделайте маленький шажочек туда конечно же очень полезно плакать слезы это природой данный нам очищающий механизм избавляющий нас от напряжения и каждый из вас будет плакать про свое кто-то про несбывшиеся мечты кто-то про чувство стыда кто-то про отчаяние и боль и невозможность вернуть прошлогодний снег и то что было раньше но хорошо и полезно не просто плакать а задавать себе вопрос моменте про что сейчас мои слезы что конкретно я сейчас выплакиваю если бы мои слезы могли говорить то чтобы они сказали прямо сейчас добавляйте осознанности это такая сама терапия будет добавляйте осознанности в каждый процесс который вы проживаете так вы ускоряете его конечно как бы нам не хотелось ускорить этот процесс но он длительный перелом не зарастает быстро по моему опыту требуется от нескольких месяцев до года полутора для того чтобы прожить этот этап полноценно глубоко и уже иметь возможность иметь пространство для того чтобы выйти в новые отношения или в отношения старые но по-новому потому что так как было раньше уже точно не будет также я уже немножко об этом говорил да найдите лично для себя какие-то жизнеутверждающие фразы мантры это может быть одна очень простая фраза которая будет вам давать силы опору и поддержку да например такая которой я уже говорил что мой муж изменил мне но я себе изменять не буду или измена не говорит о том что я плохая или боль проходит а я у себя остаюсь или нет смысла винить себя тогда когда плохо поступил другой или я у себя есть и я справлюсь придумайте кстати поделитесь комментариях теми фразами которые спасали и помогали или помогают вам сейчас в моменте для того чтобы справляться с этим адом и ужасом и кстати если вы видите что это видео для вас полезным да поставьте пожалуйста лайк либо напишите комментарий просто в поддержку потому что кому-то возможно это видео спасет жизнь и убережет от каких-то непоправимых действий которые могут изменить судьбу в худшую сторону стоит ли изменять в ответ я бы категорически не рекомендовал это делать как бы вам не хотелось отомстить и сделать больно тому человеку который изменил вам в крайнем случае если вы совсем никак не можете справиться с гневом агрессии которые техники даже которые я давал здесь вам не помогают то вы можете сказать что вы изменили чтобы тот человек испытал ту же гамму эмоций которые вы и уравновесить как-то этот баланс получаю отдаю чтобы это не приводило к дисбалансу не разрушала ваши отношения но это все крайние меры лучше обратиться к специалисту за помощью и теперь мне бы хотелось поговорить с вами о такой непростой сложной теме как прощение и я бы рекомендовал вам если вы сейчас находитесь на начальном этапе может быть даже пропустить эту тему сейчас потому что там будут моменты которые вам сейчас могут быть травматичны и то есть это как знаете тому кому только что оторвали ноги сказать что ну попробуй начать шагать ну ну вот вот тебе протезы давай мы ставим ну давай двигайся больно ходить даже на протезах без ног сейчас когда мне только только на их отрезала но потом когда рано зарастает я делаю первые шаги да тоже больно но уже не так остро больно поэтому мне бы не хотелось вас ранить этой темой но я должен осветить этот вопрос потому что он тоже для кого-то из вас будет очень важным полезным и может быть отрезвляющим и так вопрос очень простой стоит ли прощать или нет на мой взгляд это субъективно ваше решение и я бы даже знаете поставил вопрос не так прощать или не прощать а если говорить терапевтическим языком то рано или поздно вам ваши задачи вам придется принять факт измены то есть не отрицать не бороться с ним а принять пройдя все пять стадий горевания потому что это такая же потеря как если бы вы потеряли близкого до отрицания торг гнев депрессия и принятия пройдя все эти стадии вы потихоньку придете к принятию и прощение для меня это не то когда я даю тебе право на ошибку до прощения то что-то немножко сверху я тебя прощаю ладно так уж и быть негодяй такой я забываю этот факт и мы живем дальше нет это все равно дисбаланс в отношениях а здесь на очень важно разделить личность и поведение и вы понимаете что если у вас есть любовь к этому человеку несмотря на что и вы прожили вот этот этап боли и горевания и много значимых факторов для того чтобы оставаться вместе но внутри боли есть тогда не переходите сейчас на этап прощения отгорюйте все то что все используя все техники которые я говорил выше но если вы чувствуете что вас уже ровно внутри то тогда можно подумать о принятии этого факта это знаете как есть вот смирение а есть принятие смирение от принятия отличается на мой взгляд тем что смиряясь мы все равно не соглашаемся но наступаем себе на горло ладно так уж и быть я не буду проявлять свое несогласие с этой история с этим фактом измены я все равно внутри не согласен или не согласна с тем что эта измена случилась в моей жизни такого быть не должно быть с этим человеком не должно быть как ты мог и понеслась вот это слово мешалка как ты мог почему ты мне изменил скажи мне объясни и вот все нету принятия нету прощения здесь очень важно понять а что же такое принятие принятие это то когда я даю Я говорю этому право быть в моей истории, в истории наших отношений, в моей биографии. Я говорю этому «да», я создаю этому пространство. Вы знаете, как я открываю шкаф моей жизни, и здесь отдельная полочка под названием «измена в моей жизни». И это всегда со мной и с нами останется. Но я даю этому место, я не открываю, думаю, и убираю это с полки в ненависти и злости. Нет, я говорю, что вот, это моя уникальная, неповторимая жизнь. И да, в ней был этот факт. И это не уродует меня как-то, или это не уродует как-то мои отношения. Это не уродует партнера, это даёт свой персональный рисунок. Да, может быть, у меня была другая иллюзия и другая установка на тему того, как должно быть всё. Один день поженились и так прожили всю жизнь без каких-то разногласий. Но измена, факт измены очень болезненный и очень отрезвляющий, показывающий, что это была иллюзия. Что теперь тебе придётся смириться с другим фактом. Опять же, я не говорю сейчас про то, чтобы жить вместе. Об этом я сейчас чуть позже ещё скажу. Если жить вместе, дальше продолжать, то как, на каких условиях. Я говорю о факте принятия, потому что даже можно разойтись и жить в этой ненависти, в этом непринятии, в этой злобе, каждый раз вспоминая этот факт. Даже оставаясь одной или будучи в новой отношениях счастливой, всё равно вспоминать об этом ужасном факте. А внутри я принимаю, да, это было со мной, и это не делает меня хуже или лучше. Это просто моя история жизни. И я не идеальная, и я живу не идеальную жизнь, и это нормально. Вот, на мой взгляд, лучше говорить не про прощение, а про принятие факта того, знаете, как вот вы заходите в воду, и вода вас не выталкивает, она не сопротивляется вас, она воспринимает как объект. Вот точно так же, если в вашей психике появится, это не значит, что вы должны это сделать. Если только появится пространство для принятия, то это автоматически само у вас произойдёт, если предыдущие все этапы были прожиты качественно. Как вернуть доверие после измены? Доверие — это не книга. Её нельзя надолжить, а потом вернуть. Вам нужно понять, что доверие придётся выстраивать заново. И здесь очень многое будет зависеть от вашего партнёра, от того человека, кто изменил, от того, как вы вместе находите новые точки соприкосновения и выстраиваете новые отношения. Поэтому не стремитесь вернуть доверие, которое было раньше, потому что доверие — это то, что было до веры. То есть то, до того, как я верила или верил тебе полностью. Но теперь вера прошла, мне придётся заново выдавать вот этот аванс. И многое будет зависеть от того, насколько будет прозрачной и качественной ваша коммуникация. Ну и в завершение давайте поговорим о том, если вы всё-таки прожили измену, если вы всё-таки смогли простить и нашли для себя пространство для того, чтобы начать жить дальше вместе, как это делать правильно, чтобы ни в коем случае, например, не повторилось это дальше. Вот пять простых правил, которые я рекомендую соблюсти для того, чтобы это в вашей жизни не повторилось, хотя гарантии никто не даёт, но хотя бы минимизировать вероятности для того, чтобы дальше вы могли жить новую жизнь. Это знаете, как у яйца треснула скорлупа, и нам кажется, о, ужас, но из неё вылупился цыплёнок. И вот эти ваши новые отношения, после того, как треснул ваш брак, треснула вот эта скорлупа яйца, рождаются новые отношения. Быть может, для кого-то из вас измена — это будет та точка, с которой и начались ваши отношения. То есть для этого это были какие-то, возможно, грубо сейчас скажу, детские иллюзии, фантазии по поводу того, как должно быть. Но только после измена произошла мудрость и личностный и духовный рост обоих супругов, и появилось на свет что-то новое, действительно стоящее, важное в плане ваших взаимоотношений. Но кто-то из вас примет решение никогда больше не жить с этим человеком. Бывает часть людей, мужчины и женщины, которые патологические изменники, их ничем не исправишь, и такое решение абсолютно может быть тоже верным. Я абсолютно с большим уважением к нему отношусь. Но если же вы приняли решение, то как быть? Вот, пожалуйста, запомните эти пять правил. Первое правило, которое вам нужно исполнить, — это совершить какой-то обряд, совершить какое-то действие, которое будет символично обозначать переход от той старой жизни и после измены, измена — это измениться, к новой жизни. Например, вы можете поменять обручальные кольца, сдать, отдать, выкинуть в воду, что угодно сделать, но купить новые обручальные кольца, не запятнанные фактом измены. Если вы жили в гражданском браке, так называемом, вы можете пойти в ЗАГС и заключить официальный брак. Если вы жили в официальном браке, вы можете, если вам близко это, пойти и обвенчаться, исповедоваться, пройти какой-то духовный ритуал. Будет очень хорошо, если, например, у вас не было свадебного путешествия, устроить себе такую а-ля свадьбу и путешествие в какую-то, может быть, дорогую страну, на Мальдивы, на острова, где-то сыграть такой ритуал свадьбы там, где вы будете вдвоём и пройти вот это свадебное путешествие. То есть очень важно, чтобы прошёл какой-то ритуал, символичная трансформация из одного состояния в другое. Второе. Если вы вместе осознаёте, что какая-то была причина и в вашем поведении, ну, например, мужчине изменила жена, а мужчина был, вообще никакого внимания не уделял жене, или был алкоголиком, либо игроманом, либо у вас была сексуальная какая-то дисгармония в паре, не смогли договориться, что повлекло для, ну, к измене одного супруга, постарайтесь решить этот вопрос. Пойдите к специалисту, который поможет убрать вот одну из таких важных причин, которая привела к измене, возможно, тоже, чтобы этого не было дальше. Это важный фактор. То есть не просто мы теперь приняли решение, а мы пошли за помощью к специалисту для того, чтобы убрать вот этот серьёзный фактор, приводящий нас к дисгармонии. Третье важное правило, и это очень редко, кстати, получается выполнять, это то, что вы оба договариваетесь, что с этого момента мы никогда в жизни ни напрямую, ни шуткой, ни полунамёком не возвращаемся к этой теме, мы не говорим об этом. Всё, это пройденная история, да, она была, но мы не попрекаем, не спрашиваем, не выясняем, не намекаем, и ты со своей стороны никогда больше не касаешься этой темы, не говоришь об этом, не поднимаешь эту тему. Мы оба прекращаем об этом говорить. Четвёртое, очень важно с этого момента ввести тотальную прозрачность друг для друга. Когда я говорю тотальную прозрачность, я имею в виду никаких паролей на телефоне, никаких паролей на других гаджетах, информирование друг друга, особенно того партнёра, кто изменил, тот партнёр предупреждает, если он будет без связи, предупреждает, если он куда-то отлучается. То есть не другой его контролирует, а сам партнёр становится более прозрачным для другого, без фанатизма, без паранойи. Но каждый может взять телефон друг к другу и посмотреть любое общение. Это профилактика, это важно для того, чтобы не было вот этих мыслей более соднящих, да. Конечно же, это прерывание всех отношений с той женщиной или с теми женщинами, с кем была измена, для того, чтобы не возвращаться к этой теме, для того, чтобы у другой стороны не было вот этих излишних переживаний и было больше пространства для доверия. И завершающий важный шаг тоже вы можете его сделать. Вы можете не просто на словах договориться, гораздо лучше, если вы напишите договор. Конечно, скорее всего, это не будет иметь какую-то юридическую силу, если это не брачный договор, хотя вы можете пойти и даже брачный договор такой заключить. То есть некое соглашение, в котором будет указано примерно следующее, что отныне мы обязуемся соблюдать верность друг другу. И если так получится, что кто-то из нас будет неверен, то мы обязуемся без каких-либо условий разойтись раз и навсегда. При этом тот партнер, который был улучшен в измене, получает одну треть от имеющегося имущества, а тот, кто хранил верность, две трети. Вроде бы кажется, это формальность. И вроде бы кажется, что это какая-то ерунда. Но поверьте моему большому опыту, что когда люди действительно прописывают какие-то правила, что когда пара договаривается, а особенно она понимает, что здесь еще и финансовый момент какой-то, то серьезность становится в дальнейшем, недопуска таких событий очень высокая. И вот по кирпичику, по каким-то моментам вы собираете вашу семью заново для того, чтобы в ней жить нормально. А не опять с чувством, что куда он пошел, а почему он не звонит, а почему он опять заходил в социальные сети ночью, вечером, читать его распечатки, следить, контролировать. Это же ад. Зачем вам это нужно? Лучше сделайте такие договоренности, чтобы вы больше об этом не думали. Но если вдруг случится факт измены, то вы расходитесь уже потому, что вы договорились. А как перестать бояться, что мне изменят снова? Страх, скорее всего, будет какое-то время точно, особенно до того момента, когда внутри вы сами с собой не примете одно единственное решение. Если вдруг это повторится вновь, то я обязательно уйду, и это будет последняя измена, которую я буду переживать. Тогда вы начнете выстраивать отношения не со своим страхом, а с тем мужчиной или женщиной, который вам первый раз изменил. Как же быть, если у любовницы от моего мужа есть ребенок? Это самая, наверное, тяжелая ситуация, когда муж не просто изменил разово или не серии измен, а действительно уже были сильные, серьезные отношения на стороне у вашего партнера или партнерши. И здесь нет единого совета, но вам нужно честно самому себе или самой себе признаться. Готова ли я принимать эти отношения теперь навсегда? Эти отношения и этот ребенок будет теперь всегда. Есть ли у меня пространство моей души внутри для того, чтобы принять это в свою жизнь? И это нормально, если вы поймете, что вы не готовы это принимать и не готовы дальше связывать свою жизнь с этим мужчиной. Но вычеркнуть это уже никак не получится. Важно либо принять, либо уже не принимать никак. Мне бы очень хотелось сказать, что выразить огромное понимание вам и сказать, что то, что вы сейчас испытываете, это ни с чем не сравнить, кроме как, наверное, вот действительно с очень жестокой, жесткой травмой, где вы потеряли не просто конечности, а у вас вырвали сердце. И для того, чтобы преодолеть это как-то, необходимо время. Но если так получается, что времени прошло уже много, например, больше года, и вы страдаете, и вы не можете простить, и вы находитесь, и вы плачете, например, или вы гневаетесь, и уже сами этому не рады, но никак не можете с этим справиться, обратитесь, пожалуйста, к специалисту, к психологу, к психотерапевту. Не ставьте на себе крест, потому что наверняка у вас есть другие сферы жизни, у вас есть, может быть, дети, и они видят это страдание, они видят живого трупа, если можно так сказать, и это плачевно на них сказывается. Если же вы семейная пара, и вы не можете договориться, вы вроде бы простили, но какие-то конфликты усилились, что-то получается, как, знаете, такой помятый лист бумаги, мы живем, но постоянно скатываемся в какую-то боль и агрессию, обратитесь к специалисту тоже. Я в том числе работаю с парами, как психолог и сексолог, и помогаю преодолеть такие тяжелейшие кризисы, как измена, бракоразводный процесс, и помогаю индивидуально человеку справиться с той болью, потери, которую он пережил. Если вы разошлись, например, с человеком уже раз и навсегда, но до сих пор не можете его или её забыть, посмотрите моё видео про то, как забыть человека раз и навсегда и разлюбить его. Там конкретная техника, которую вы можете сделать сами для того, чтобы избавиться от этого гнетущего чувства. Ну, я буду вам благодарен за лайк этому видео, подписку и комментарий в знак поддержки этого видео, и чтобы для кого-то оно было очень полезным и жизнеутверждающим. И, конечно же, если вам интересно смотреть другие мои видео, следить за мной в других соцсетях, по ссылкам ниже вы можете это сделать. Мир вам, благополучия, сил, и дай бог вам внутренней гармонии, чтобы справиться с этой болью, справиться с этим горем, с этой ситуацией, самой, либо в поддержке с кем-то для того, чтобы окрепнуть и двигаться дальше уже в новом состоянии, обретя себя новую или нового.